Приемная комиссия завершила свою работу для лиц, поступающих на бюджетную основу обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Также подошел к концу прием заявлений у магистрантов очной формы обучения. Предварительные итоги сегодня можно подвести по количеству абитуриентов. А вот вчера мы перевалили за цифру 12 тысяч людей, которые к нам пришли поступать. Несмотря на то, что и школьников меньше, и экзамены жестче прошли в школе, ребят к нам пришло больше, больше прошлогоднего. Что будет по итогам зачисления, по результатам сдачи экзаменов, окончательные итоги это рано пока подводить. Финиш зачисления и приказ на зачисление окончательное у нас выйдет 8 августа. И там все узнают, кто поступил, кто не поступил. Примечательно, что уже который год подряд ЮУРГУ выбирают не только российские абитуриенты, но и иностранцы из Китая, Шри-Ланки, Кореи и других стран. Однако, вопреки непростой ситуации на Украине, по сравнению с прошлым годом число абитуриентов оттуда уменьшилось. Точно не считал, но то, что из Украины и Донецка ребят меньше, это совершенно точно. Потому что я со всеми с ними общаюсь. Если в прошлом году это было порядка 40 человек, наверное, к сожалению, следует сказать. Из-за специфических обстоятельств в этом году это меньше десятка. Приемная комиссия еще продолжает свою работу для тех, кто поступает на платную основу обучения. С календарем абитуриента и списками можно ознакомиться на официальном сайте университета.